Всем привет! Вы на YouTube-канале Аксель Франк. Жизнь в Австрии. Сегодня мы будем гулять по деревне и слушать рассказ. Еще одна история из моего болгарского прошлого. В этот раз бизнес и маленькие хитрости. Маленькие хитрости, к которым прибегали покупатели, наши клиенты. Бизнес наш был строительство и продажа апартаментов на море. Один из основных видов бизнеса. В этом бизнесе с недвижимостью, как вы понимаете, много чего интересного случается. Бывают продавцы, агентства, застройщики. Те, кто по эту сторону прилавка. Они прибегали к всяким хитростям. Бывало, что просто кидали покупателей. Бывало, что проекты в итоге оставались недостроенными. Бывало, что агентства там завышали цену. То есть, продавец со стороны продавца. Случались всякие неприятные неожиданности для покупателя. Это не было таким массовым явлением, как и везде. Но это случалось. Это бывало. Но, что интересно и о чем вы, возможно, не очень знаете. Столь же хитры бывали и покупатели. Это встречалось гораздо чаще. Чисто ввиду закона больших чисел, что покупателей всегда гораздо больше, чем продавцов. И иногда сталкивались просто с вопиющими случаями. Ой, как он громко шипит. С вопиющими случаями, когда покупатели просто исхитрялись. При этом, очень часто это бывало весьма наивно. Все-таки, надо понимать, что застройщик, продавец, он в любом случае более опытный в этой сфере. Но, он как бы более подготовленный и у него больше возможностей, как обмануть самому, так и не быть обманутым со стороны покупателя. Но, далеко не все покупатели, вот такие хитренькие, вот это осознавали, понимали и потому случалось всякое комичное. Как-то приехало одно семейство, там был папа и какие-то взрослые дети, взрослые дочки уже такого, ну под 20 или за 20 немного. Мама, ну короче, одна большая семья приехала покупать апартамент. А тогда, ну в общем-то, была достаточно значительная конкуренция на этом рынке и продавцы придумывали, ну всевозможные льготы, всевозможные такие экстры. Вот, которые, в общем-то, ну вот, чтобы склонить интерес покупателей в свою пользу. Одним из таких вот, одно из таких плюшек было предоставление бесплатного проживания. То есть, ты приезжаешь покупать, например, апартамент, ну выбираешь все, потом покупаешь. И, при этом, ты вот на курорте в хорошем комплексе, тебе предоставляется там двух или трехкомнатный апартамент, ты живешь там, ну как бы у тебя вот этот отпуск твой получается бесплатно в плане проживания. Некоторые наивные продавцы, как бы, не обговаривали как-то это особыми условиями, а вот, ну мы были, как бы, мы знали наших людей, мы тертые, опытные. У нас было все просто, ты за проживание должен был заплатить. Вот, ты когда заселяешься, как в отеле, пожалуйста, вот это стоит сколько-то там, 30 евро в день, к примеру, цена такая абсолютно божеская, ничего запотолочного. Ты платишь за проживание, но, если ты потом покупаешь, то тебе вот эта оплаченная сумма зачитывается в оплату апартамента. Ну вот, у них очень хороший здесь такой кемпинг, причем тут смотрите, это стоят стационарные, стационарные стоят эти кемперы. И просто можно арендовать, они сдаются в аренду, как гостиница такая, что ли. Ну, помимо этого, там видите поле подальше, вот такая, там машина уже приезжает и вот тут они готовят. Машины приезжают, становятся, вот тут же у них какие-то домики такие одноэтажные. Ну, фактически такой одноэтажный большой отель. У них хороший выход на озеро, там у них пляж есть, понтон для купания, ныряния. Ну, такое большое, большое заведение и летом тут, конечно, все забито, заполнено. А сейчас они вот, какой-то порядок на воде, я так понял, немножко расшириться хотят. Ну, ладно. Соответственно, мы как, вот если ты покупаешь, да, вот от нас бонусом вот это проживание, ты там две недели прожил. Ради бога, вот тебе подарок от нас. А если же ты не покупаешь, если же ты вот ходил, смотрел, но ничего не понравилось или выбрал у кого-то другого, не у тебя купил. Ну, тогда вот оплата остается у нас. Мы сдали в аренду, ты, в общем-то, недорого заплатил, пожил, а мы, в общем-то, не в убыток свой апартамент использовали. Ну, все по-честному. И вот это семейство, ну, назовем их Галкинами. И там папа Галкин тут залетает, в офис залетает. Так, мы вот приехали у вас покупать, мы и хотим вот это бесплатное проживание. Ну, я ему говорю, да, пожалуйста, с вас столько-то. Вот вам два апартамента, вот при вашем составе, как бы у нас максимально трехкомнатные, а у вас там, у вас приехало 7 человек. Вот, и учитывая, что там 7 человек, вот, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка, все вместе. Вот, у вас два апартамента, ну, я уже не помню сколько, ну, сколько-то, я ему сказал там, не то, 80 что ли евро в день выходило. Ну, тоже очень недорого для Солнечного берега. Вот, он тут же как-то удивлен, как это, как это, он говорит, а у вас же бесплатное проживание. Я говорю, бесплатное, да, конечно, вот, в условиях у нас на сайте так и написано, бесплатное проживание, но при покупке. Ну, он говорит, ну, я же куплю, я говорю, ну, вот, купите вам, все это зачтется, а пока, пожалуйста. Значит, вот, сумму платите, получаете ключи, заселяетесь и начинаем с вами осмотры. Ну, я сразу понял, что он пустой. В общем-то, когда у тебя опыт нескольких лет работы интенсивной на этом рынке, ты уже, в общем-то, как правило, сразу оцениваешь перспективность клиента. На это я посмотрел, я сразу понял, что это абсолютно пустой, что это приехал, ну, вот такой хитрый, хитрый Папа Галкин. Вот, который хитрее всех, вот, и сейчас он будет нас пытаться обхитрить. Он ушел с семьей, они долго с семьей совещались, куда-то бегали и говорит, ну, тогда мы поселимся у других. Вот, другие нам предлагают более выгодные условия поселения, а к вам придем потом выбирать апартамент. Ну, я говорю, да-да-да, это ваше право, конечно-конечно-конечно. Ну, пошли куда-то. Я так думаю, что нашли или ночлежки, или где-то подешевле, на 10 евро было, пошли туда. Потом он стал заходить регулярно. Ну, я сижу в офисе, ну, или постоянно, или появлялся. У нас там несколько человек, просто летом был такой наплыв народу, что служителей, скажем так, сотрудников фирмы, которые проводили бы осмотры, нужно было минимум трое. И еще кто-то должен был постоянно находиться в офисе, на связи, если кто-то придет с улицы, без предварительной договоренности. Такое тоже часто случалось. Поэтому там все работали. И я несколько раз наблюдал такую картину. Залетает папа Галкин. Так, что это у нас тут? Рыбак в лодке. Это машина стоит. Красота какая. О, ага. Там у них барбекюшница. Ну, это отель называется House Lavenda. И у них там, да, предлагают гриль. И он залетает в офис и говорит, с какого телефона тут можно позвонить. Вот. А мне потом наша сотрудница говорит, ну я ему дала свой вот мобильный дала, вот позвоните. Он, короче, он берет звонить в Россию. Ну, это роуминг, звонок за границу. Как бы все это не дешево. Вот. Я ей говорю, но у него телефон служебный, естественно. Я говорю, ну а зачем ты даешь-то за границу звонить? Что это такое? Ну, он как-то сказал, ему надо срочно позвонить, а у него телефон разрядился. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Продолжение следует...